Ассаламу алейкум всем достойным. Манкуртов прошу пройти мимо. Это дорога в Горную Ингушетию, из Несеровской, через Верхний Алкун, Джайрах. И вот тут по дороге, рядом с рекой, я увидел фуру. То есть грузовой транспорт. Мне стало интересно, решил остановиться и посмотреть. И спираю, обратил внимание на номер автомобиля, московская регистрация. А потом вверху стоит номер владельца Амир и его телефон. А теперь смотрите, как классно этот человек, он пчеловод, он устроился. То есть он не нагружает себя тем, что прыгает в кабину, видите, лесенку себе поставил, колеса прикрыл. Он же целый сезон лето здесь стоит, чтобы они не трескались от солнца, прямого попадания. А теперь смотрите, как он расположил ящики для пчел. Видите вот этот вырез? Вот туда пчелы залетают, видите? Открывают и закрываются для них окна специальные, продуманные. Ящики стоят внутри. То есть их не нужно вытаскивать, их не нужно переносить, загружать, выгружать. Вот у него такой длинномер весь составлен изнутри в два этажа ящиками для пчел. А дальше самое прикольное. Фуру он поставил на берег реки. А теперь вуаля, смотрите, какой у него шикарный балкон, где вечерами он делает барбекю, и этот балкон находится над рекой. Я сейчас отойду подальше, чтобы вы увидели, насколько продуманный этот парень, Амир. Представляете? Надо же быть таким продуманным. Задняя часть фуры, это у него вырезано окно, значит он там живет. Передняя часть, это два ряда ящиков для пчел. Вот это он здесь спит, а вот здесь он завтракает, обедает и ужинает. Над рекой. Ну что, молодец. Вот так вот продуманно надо жить в этой жизни. Получать удовольствие и зарабатывать. Вот так вот, ребята. Вот видите, какой балкончик в лесу, над рекой. Завтрак, обед, ужин он проводит там. А это мои гости, которым я показываю этого уникального пчеловода ингушского.